Водока благословите. Добрый вечер, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, матушки, дети. Сегодня мне хотелось продолжить повествование о святителе Николае Японском. На мой взгляд, интереснейшая жизнь, деятельность апостольская. И вот мы остановились в прошлый раз на том, как церковь японская основалась, начала расти, развиваться. Поговорили мы о том, что уже первый священник был из японцев, отец Павел Савабе. И вот после того момента, после хиротоги первого священника из японцев прошло три года. И вот тот же епископ Павел рукоположил во священники диакона Иоанна Сакай и четырех других кандидатов. На этот раз ставленникам пришлось самим ехать во Владивосток. И теперь в миссии стало уже шесть иереев японцев. А к этому времени количество православных японцев достигло более четырех тысяч человек. Но источники может несколько разнятся. В общем, в 1878 году, пишут некоторые, уже было шесть тысяч православных в Японии, которые проживали в 150 разных городах и весях страны. Конечно, все это было великой радостью для будущего святителя. Но бывали, конечно же, и тяжелые моменты, тяжелые дни, дни переживаний и, наверное, и сомнений. И вот впоследствии о таких моментах святитель Николай рассказывал вот ермонаху Сергию Строгородскому, будущему патриарху. Но, наверное, такие дни, которые он описывает в своих дневниках или в письмах, как бы у других, если бы такие дни посетили, может быть, даже и руки бы опустились. Но святитель Николай с честью выходил, проходил эти периоды, эти дни. Вот что он писал будущему патриарху. Бывают минуты, когда вас точно бичом по ранам начнут хлистать. Доставляет постоянные мучения скрытность японцев от иностранцев. Некоторая отчужденность их от нас, в скобках, конечно, не всех. А потом неустойчивость их. Поэтому вот сыновнее послушание Павла Савабе и других ближайших учеников, их понимание дела миссии, их личное отношение к самому отцу Николаю были ему утешением и поддержкой на этом его трудном пути вдали от Родины. Для нужд разросшейся и продолжающей активно расти пасту необходимо было раз за разом рукополагать все новых священников. Но отправлять каждый раз кандидата в Россию было крайне неудобно. Если сказать коротко, то занимало очень много времени и средств. Дорого было. И вот 18 декабря 1878 года Архимандрит Николай пишет прошение в Святейший Синод. Но пишет он прошение не только по своей личной инициативе. Это было принято решение на уже 10-м соборе. Вот молодой, зародившейся, растущей японской церкви. Вот на соборе как бы так вот решили, что нужно учреждать епископство, кафедру. И вот в конце 1878 года отец Николай пишет прошение в Святейший Синод об учреждении епископской кафедры. Но он в этом прошении, конечно же, приводит обоснование о необходимости этого решения. И вот некоторые отмечают, что наиболее примечательное его третье обоснование. Какое же это обоснование? Следующее. Епископ необходим для того, чтобы водворить здесь порядок истинного церковного управления. В детском возрасте образуются черты будущего человека. И если детские годы пренебрежены и человек не приучен к законности, несчастен будет он сам и много несчастья рассеет вокруг себя. Так же, конечно, и с церковью. Нужно пользоваться годами наибольшей впечатлительности христиан. И в это время ясно начертать перед ними путь истинной церковной законности. Ну, я думаю, что это очень мудрое, конечно, такое мнение, наблюдение. Здесь вот именно пользоваться моментом, когда... Я сократил цитату, конечно же. Вот, но там дальше он еще пишет, что они наиболее подателем послушали, вы готовы, горячо готовы выполнять все, но также готовы и оставить, может быть, не утвердившись еще. Так же легко оставить все. Вот, в общем-то, учитывая все это и видя реальные успехи миссии в Японии, Святейший Синод нашел возможным и даже нужным назначить туда епископа. Хотя отец Николай просил прислать епископа из Японии, причем он не просто просил, а он нарисовал как бы портрет или перечислил черты, желательные черты будущего японского епископа. Вот какие же черты перечисляет отец Николай. Желательно смиренного, всем доступного, всякого готового принять, все выслушать, но при этом должен быть точный, исполнительный сам и до педантизма, требующий исполнения всего законного от других. Я тут дальше чуть пропускаю. Благочестивый должен быть, молитвенный и вполне самоотверженный, то есть совершенно забывающий о себе и живущий только для других. Такой епископ был бы истинным даром для Японии. Ну, можно сказать, что он нарисовал свой, в общем-то, портрет как будущего святителя Японии, просветителя Японии. Ну, он уже просветитель настоящий, а в будущем прославленный. Естественно, именно таким лучшим и единственным кандидатом на эту кафедру оказался архимандрит Николай. Святейший Синополь запрос сделал отцу Николаю на его согласие. Согласен он или нет на епископскую хиротонию и быть епископом в Японии? Отец Николай, нужно сказать, смиренно ответил на этот запрос. Если из России не может быть назначен сюда епископ, то я согласен. Коротко, ясно, четко. Вот для епископской хиротонии ему пришлось второй и последний, скажем, раз совершить путешествие в Россию. В этой поездке ему приходилось решать еще одну проблему. Достать для материально бедствующей миссии средства на ее содержание. Незадолго перед поездкой отец Николай писал святителю Иннокентию, среди прочего. До сих пор она, миссия, все еще висит на волоске. То есть ни копейки определенной не имеет для своего обеспечения, кроме жалования миссионеров. То есть миссионеры получали жалование и все его тратили на дело миссии. Однако, рассчитывая и на этот раз на поддержку святителя, отец Николай прибыл в Россию в сентябре 1879 года, уже не застал митрополита, московского святителя Иннокентия Вениаминова в живых. Он сточался 31 марта 1879 года. Пребывание святителя Николая в России, большей частью в Санкт-Петербурге и Москве, а в конце 1879 и более полугода 1880 годов, в общем-то, заслуживает отдельного внимания. Я всех интересующихся отсылаю к его дневникам. Там очень много интересного. Каждый день описывается. И можно сказать, что в каждом дне можно для себя очень многое подчеркнуть. Причем подчеркнуть важного и интересного, касающегося как личности просветителя Японии, так и других, с кем общался и кому давал краткие характеристики святителя. Но все-таки я позволю себе привести несколько дневниковых записей этого периода. Хотя бы пару. Но начну все-таки с небольшого предисловия. В газете «Новости» за 2 июня 1880 года в статье о недавно рукоположенном епископе Николае Касаткине читаем. Преосвященный Николай, епископ Ревельский и начальник японской православной миссии, как известно, находится в Москве. Проживая на Савинском подворье, он участвует в различных московских духовных торжествах, а также по приглашению служит литургии в различных храмах. За простоту, любезность и обходительность москвичин полюбили его. В домашних беседах Преосвященный Николай говорит о положении православной церкви в Японии и рассказы его настолько увлекательны, что слушатели без утомления внимают им по несколько часов сряду. Ну, конечно, это уже говорится о пребывании в Москве после хиротонии епископской. До хиротонии отец Николай готовился к хиротонии, само собой разумеется, общался так со многими-многими-многими, со святителями, с духовенством, с благотворительными, с знатными, известными людьми, с писателями общался, с простыми людьми. Все фиксировал, все отмечал, где как встречали, как он проводил время, какие дети, чем угощали, ну и так далее, и так далее и тому подобное. Все очень это интересно. И вот, и, конечно же, целью его встреч со многими людьми – это изыскание средств. Такова цель была. И не только средства он искал, ну, скажем, он даже уже хотел вернуться с проектом для строительства крама, собора, ну, скажем, кафедрального собора. Эта его идея была реализована, причем замечательная. Блестяще была реализована. Вот в Москве, в частности, скажем так, уже после Хиротонии, в Москве владыка побывал во всех ее монастырях. В Даниловом поклонился мощам князя Даниила и побывал на могилах Гоголя, Хомякова, Самарина. А в Донском и Зайконоспасском монастырях его прежде всего заинтересовали духовные училища. Он все осмотрел, во все вникал, подробно обо всем расспрашивал. В чудовом монастыре ему передали завещанные покойным митрополитом Иннокентием облачения, две митры и посох. Встречался он и с игуменеями женских монастырей, жертвовавшими для миссии главным образом иконы. Замечательно в дневниках владыка описывает, как он встречался, где какие приюты были, сколько детей, каков распорядок дня. Все это было ему интересно, все фиксировал. Как они поют, насчет пения я сейчас приведу еще одну его цитату из дневников. Он везде буквально пение, он сам музыкальный был и любил, ценил пение. Ну и при необходимости критиковал, если там что-то какие-то были непонятные, скажем, моменты. Обращается владыка и в духовные академии, призывая в Японию новых сподвижников. Но желающих ехать в Японию по-прежнему не находилось. Он в один день делает запись такую, что 35 лет я жду миссионера из России. И все нету, и нету. И констатирует, четыре академии не могут дать одного миссионера в Японию. И подводит итог. Чудовищно. Насколько он переживал, насколько он реагировал на то, что его усилия, в общем-то, тщетны были. И вот он был в Троице-Сергиевой лавре. И, конечно, он молился у мощей преподобного Сергия о том же, чтобы был помощник, миссионер. И он что пишет? 30 мая 1880 года. Отстояв конец обедни, вышел служить перед мощами преподобного Сергия. Пели все певчие. Народу полон храм. А мне грустно-грустно было, что до сих пор из лавры и Москвы нет тружеников для миссии. И, прикладываясь к мощам святого Сергия, я не мог воздержаться умственно от жалобы. Буду судиться с тобой пред Господом. Отчего не даешь миссионера в Японию? Вот какая молитва у святителя Николая была. Подумаешь и скажешь, кто имеет право так дерзновенно обращаться? Ну, будущее показало, да, и уже предшествующие труды святителя Николая, что имел все-таки такое дерзновение. Насчет права не мне, так сказать, определять, имел, не имел. Ну, думаю, что, наверное, имел. И вот другая запись. Это уже то, что касается его наблюдения за пением. 24 ноября, это чуть раньше, 1879 года. Постоял немного за все ночные в Казамском соборе. Певчие прекрасно пели, особенно щеголяли альты, заглушавшие весь хор. Вот такие вот мелкие, такие маленькие, вот такие вот ремарочки. Какую характеристику они дают самого святителя, обстановке, которую он описывает. Начиная с Ермасов, вышел к Клиросу. Что за чудное пение? А когда сошлись оба Клироса для пения «Слава и ныне» перед великим словословием, и потом «Слава Вышним Богу», когда запели среди великолепия храма, когда море голов православных христиан видится тут же, то мне сказалось, что только великий народ в таком великолепном храме, таким дивным пением может воспалять Бога. И дрогнуло чувство и религиозное, и патриотическое. Слово «свет» пропета было так сильно и полно, и с таким медленным замиранием звука, что мне казалось, в Японии в это время занимается заря, и оттуда шлется радостное известие, что и там свет. Вот какие ассоциации, какие чувства у святителя Николая были во время молитвы, на службе, во время великолепного пения. Но несмотря на множество радостных встреч и интересных впечатлений, святитель почти сразу заскучал по своей Японии. Казалось бы, как можно скучать по чужой стране, приехав на родину? Да и когда скучать? Переезжая из города в город, посещая монастыри, встречаясь с архиереями, старыми друзьями, знаменитыми современниками. Однако дневник его пестрит с записями вроде этой. Везде до сих пор скучал, с тех пор, как оставил Японию. Или вот еще другая запись. Колесо жизни вертится. Мы теперь еще на нем. А завтра, быть может, и под ним, и раздавлены будем. Общий удел всего живущего, материального. Что-то с душой будет. Ох, да и пусть ее гибнет. Лишь бы Япония сделалась православную. Вот такое переживание за свое дело, за Японию. Но все эти вздохи по Японии, конечно же, совсем не означали, что святитель не любил Россию. Любил, да еще как любил. 12 мая 1880 года читаем. Насыщайся, душа моя, видами русскими. Насыться слух звуками родных колоколов. И да будят они вечно душу к живой деятельности там, вдали. Куда ни обернешься, везде все русское. Все русые головы и головки. Все родная речь. Но почему же все-таки он говорит о скуке? Скучал нередко в Японии. Скучаю почти всегда в России. Где же лучше? Вот ответ святителя Николая. Где лучше, где нет скуки? Там и тогда, где есть настоящее дело. Человек, который привык к делу, трубиться постоянно, практически без отдыха, неустанно, требуя этого от других, конечно. Без дела он не был. Без дела он скучал. В общем-то, святителю нужно было возвращаться в Японию. Наверное, и нам нужно тоже последовать след за ним. Вот обратный путь, он такой сделал, как бы, такое турне по России. И путь пролег через Нижний Новгород, Казань, Рязань, Киев, Одессу. И в Сызран заехал, где служил его брат. И он провел четыре, как пишут, замечательные, благостных дня в семье брата, протерея Василия. Побывал в родном селе у сестры с племянниками. Он тоже вспоминал о том, как он был в гостях у брата. Что это, наверное, было такое погружение в атмосферу родственности, детства, семьи, воспоминания и общения, реальности. Больше он уже, как говорится, более чем там, он почувствовал себя в другом месте, как дома не мог. Вот это, конечно же, перед отправкой в Японию уже, это, может быть, прощание было. Хотя он писал, что кто знает, может, я через 10 лет, а может, никогда. Да, никогда уже не через 10, не через 20, не через 30 лет святитель уже не вернулся и закончил свою жизнь в Японии. Вернувшись в Японию, в Токио, на станции епископа Николая, радостно встречали ученики и пасла. В небольшой мессийской церкви, заполненной христианами, подслужили благодарственный молебен. Владыка был счастлив. Радостное чувство было. Несравненно выше и сильнее, чем при всех свиданиях в России. Вот такую еще, ну, запись одну сделал в дневнике. И, в общем, продолжилась миссионерская работа святителя. Рабочий день. Владыке начинался очень рано, часов в пять. А то и раньше. В семь часов утренняя молитва для учеников катехизаторской и певческой школ. Затем лекции по богословским предметам в семинарии и катехизаторской школе. В 12 обед. Чтение выписываемых японских журналов и газет. Текущие дела, административные, миссионерские и так далее. Вот вечером с 18 до 21 часа. Перевод богослужебных книг и других церковных книг. Какие сделал это вот семинария учащиеся. Здесь даже один есть. По-моему, один из основоположников борьбы с самбо. Еще и разведчиком нашим был. В третьем ряду. Третий слева, по-моему. Значит, переводились книги, прежде всего, все книги Нового Завета. Частично Ветхий Завет, наверное, в первую очередь те части Ветхого Завета, которые употребляются за богослужение. Потом дальше все тексты, которые, как я сказал, за богослужение, которые, в первую очередь, в качестве поремень. Были также переведены тысячи страниц богослужебных текстов, в том числе служебник, требник, часослов, акторик, постная цветная треоги, общая и праздничная минея, ирмологи. В общем, объем выполненной работы поразительный. Не только объем, но и уровень. Хотя, надо сказать, что потом со временем, и, во-первых, язык совершенствовался у отца Николая Японский, и появился помощник у него, ученый, который сейчас, вы видите, которого на фотографии видите вместе со святителем Николаем. Ну, тут видны богатырские размеры святителя, и вот его такой миниатюрный помощник. Ну, миниатюрный, но ценный. Вот он японский ученый-лингвист Сугумаро Накайи. В крещении Павел, который как носитель языка был призван следить за соответствием переведенного текста нормам японского литературного языка. И вот как появился у святителя этот помощник, тогда, конечно, вот это были исправлены переводы, и уже они получили, вышли на более высокий, более совершенный уровень. Ну, и здесь, конечно, уместно, я думаю, вспомнить письмо или как бы отрывок письма митрополиту святителя Иннокентию Вениаминову. Вот, ну, это чуть раньше еще было, но он так писал о своих трудах. Ваше высокопреосвященство, в бытность вашего хакодата, семь лет тому назад, вы, увидев меня за французской книгой, я об этом уже говорил, изволили выразиться, бросить бы теперь все эти книги, малополезные здесь, и приняться тщательно за изучение японского языка. Ваш совет, я кстати, хранил в памяти и старался следовать ему. И вот, и он в этом письме перечисляет, что он уже переведены, он уже перевел, причем оговорку делает успехом, похвастаться не могу, но кое-что сделано. Вот он перечисляет в этом письме четыре Евангелия, деяния, соборные послания, несколько посланий апостола Павла, краткая священная история. Вот, конечно, и тогда, я думаю, что поднимали весь объем и колоссальность проделанной работы. И сейчас потомки с благодарностью вспоминают вот такой неустанный, неусыпный труд святителя Владыки Николая. И даже в будущем он болел тогда, уже думал, если не может он заниматься какими-то другими вопросами, службой и так далее, то хотя бы мог бы спокойно где-то продолжать работу перевода. Но он, Владыка Николай, в общем-то, с этой целью еще и мечтал о том, чтобы устроить монастырь мужской. Уже был даже рукоположен один талантливый проповедник, катехизатор, рукоположен сам иеромонаха после, соответственно, конечно, кострига. Земля уже была подыскана для монастыря строительства. Что-то уже было подготовлено к строительству, но по каким-то причинам этой идеи не было суждено реализоваться. И вот, значит, мы говорим о, кратко говорим о рабочем дне святителя Николая. Как видим, день был насыщенный, и, конечно же, не проходило ни такого времени даром напрасно, всегда в делах, всегда в трудах, на месте ли, в путешествиях, или на приходах, или в миссии, или у себя, везде, одним словом. В 1879 году при миссии в Токио было четыре училища – катехизаторское, женское, причетническое и семинария. В катехизаторское принимали учеников в возрасте от 18 до 60 лет. В семинарию, вот тут два варианта, в одном месте пишут, написано с 14 до 60, в другом написано с 16 до 60. Вероятно, где-то может ошибка, опечатка. В шестикодичную программу, кроме истории Нового Завета и других богословских предметов, входили русский и китайский языки. Китайский нужен был, потому что японский язык был с примесью китайского. Плюс на китайском языке уже существовали тексты богослужебные, церковные книги. И, в общем-то, для изучения, для переводческой деятельности, для вообще миссионерской работы китайский язык был необходим. А также входили в программу алгебра, геометрия, география, китайско-японское письмо, история, психология, история, философия. При этом лучшие выпускники семинарии посылались в Россию в духовной академии, в Киевскую и Петербургскую. Особенно отмечают все, что особенно Владыка любил своих младших питомцев, проявляя в общении с ними много душевного такта и тепла. Он и учителей всех призывал быть чрезвычайно бережными с младшими воспитанниками. Один из бывших воспитанников семинарии, Масутара Каниси, вспоминал о своем наставнике с большой любовью. Бывало, встретившись с нами в Мессийском саду, смеясь, он подходил к нам. «Ну, господа», — говорит он, — «как дела? Уж, наверное, вы стали хорошо говорить по-русски?» «Никак нет, ваше преосвященство», — отвечали мы. «Плохо, мало успеха». «Ладно, ладно», — замечал он. «Вы стали заметно хорошо произносить русские слова. А это, несомненно, успех. Надо поздравить вас с успехом». При подобных случаях он вынимал из своего бумажника пятийенный кредитный билет и подавал нам со словами. «Устройте, господа, братское собрание в субботу и купите конфект, а чай берите у эконома. Об этом я скажу ему». Видя, что мы обрадованы и довольны подарками, он улыбался от удовольствия. Вот такая вот тоже черта, такой эпизод, такие воспоминания, которые характеризуют характер качества душевные, духовные, апостольские качества святителя Николая. И если вот так и благословите, я вот на этом сегодня лекцию закончу, а дальше уже продолжат и завершат рассказ обозрения деятельности святителя Николая, его наследие, его поучение уже по вашему благословению, и священнику. Благодарю всех за внимание. Взаимно благодарим, дорогой отец Алексей. Очень интересное повествование. И, конечно, нам есть чему поучиться у святителя Николая, может быть, без таких крайних подвигов. Но, тем не менее, видим, что вся его поездка, многочисленные встречи все-таки не отвлекали его от главной цели. Ну и были, конечно, посвящены главной цели, заботе о его духовных чадах. Как он скучал, с одной стороны, и любил Россию, красоты России, также народ и наши службы, но в то же время уже скучал о своих питомцах. Ну, удивительно, насколько плодовит и насколько деятельный, чтобы и семинарии, и училища, и всем уделять время, и делился любовью своей, конечно, для нас это великий пример. Ну, а нам, находясь, может быть, в более комфортных условиях, и хотелось бы также пожелать, чтобы у нас было такое же усердие к ежедневным трудам миссионерским. Мы сейчас здесь в Таджикистане и тоже стараемся и социальную работу вести, но в то же время я всегда встречаюсь с представителями местных национальностей. Сегодня было две беседы у меня, и очень интересно, вместо людей тянутся, ну и, соответственно, тоже, как только наладится сообщение, будем сюда приглашать миссионеров из Ельской епархии, что тоже очень-очень интересно. Так что про миссионеров нам надо внимательно слушать и поучаться, набираться у них, их добродетельных. Благодарим. Ну, всем благодарим за внимание. Спасибо, Господи. Спасибо.